Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Благослови! Господи, измертый Христос и истинный Бог наш, молитвами причистят Своей Матери, святых славных и свихальных апостолов, преподобных богоносных отец наших, святые преподобные Марии Египетской, ежи память ныне совершается, святых праведный Бог отец Акиман и всех святых, помилуй ты, спаси от нас, яко благо человека любит. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Беседа называется «Сомнения». Какие бы у нас в жизни сомнения? Бог говорит. «Но да просить с верою, немало не сомневаюсь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемым и развиваемой». Послание Якова, первая глава. «Сомнение является неотъемлемой частью человеческой жизни. Оно способствует развитию человека и его взрослению. Есть сомнение, которое рождается от неуверенности и может вести к отчаянию. Есть сомнение, которое ведет к анализу действий и возвращению на истинный путь. Сомнение, о котором идет речь в этой главе, связано с недоверием Богу. Сомнение в молитве характеризуется Иисусом Христом как отсутствие веры. Это Иван говорит, Матфея 21 глава, Марка 11. А также боязливость, Матфея 14 глава. Сомнение при молитве делает исполнение просимого невозможным. Видение воскресшего Христа телесными очами одних побуждало к вере, других к сомнению. Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев Его, поклонились Ему. А иные усомнились. 28 глава Матфея. Апостол Иаков и Павел неоднократно в своих посланиях призывают не сомневаться. Все делайте без ропота и сомнения. Филиппийцам 2 глава. И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужей, воздевая чистые руки, без гнева и сомнения. 1 Тимофею 2 глава. Апостол Павел не случайно говорит не только об отсутствии сомнения, но и гнева, гнев и уверенность признаки фанатизма, имеющего в основе эгоизм, а не знаки истинной веры. В послании к римлянам апостол Павел описывает ситуацию, когда христианин ест мясо или пьет вино и сомневается, правильно ли он делает. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере – грех. Кремлянам 14 глава. Веру надо иметь в себе перед Богом. Если человек доверяет Богу, то он не сомневается в том, что делает, ибо делает из веры, а не из желания угодить кому-либо из страха. Поскольку не пища и питье имеют значение для Царства Божия, а праведность и мир и радость в Духе Святом, то мерилом правильности действий человека является доверие Богу и мир с братьями. Иными словами, если я не имею любви, то я – ничто. 1 Коринфянам 13 глава. Человеческие слабости, несовершенства, недостаток мудрости, например, преодолеваются верением себя Богу, доверием Ему без сомнения. Сомнение, недоверие Богу может появляться в боязни, страхе. Это мы видим на примере учеников Христовых при буре на море. Марка 4 глава. «И сказала им, что вы так боязливы, как у вас нет веры, и убоялись страхом великим, и говорили между собою, кто же сей, что и ветер, и море повинуются Ему?» На различных примерах Господь Иисус Христос сравнивает Бога с любящим Отцом, который заботится о своих детях более, чем люди о своих сыновьях и дочерях. Если Бог даже о птицах заботится, то человеку неразумно думать, что он оставлен Богом, что Бог равнодушен к человеку. Если человек сомневается в любви Божией к себе, то в этом проявляется недоверие Богу, потому что Бог сказал, что любит человека так, что даже отдал Сына Своего Единородного, чтобы спасти человека. Евангелие Теана 3.16 А также на притчевых примерах сравнение Бога с любящим Отцом показывает, что даже когда человек отступает от Бога, Бог остается верен и по-прежнему любит. Сомнение может настигнуть человека, который вместо того, чтобы любить Бога, ведет себя, как будто зарабатывает Царство Божие своим поведением и служением. Рано или поздно человек может осознать свое бессилие, самому себя исправить, и это может привести к сомнению в себе. Отчаянию и неверию бывает и так. Что человек через соблюдение заповеди уверяется в своей праведности, успехах по исполнению заповедей и тем самым взращивает в себе эгоизм. Таким образом, сомнение может быть как положительной самокритикой путем к исправлению, так и разрушительным отчаянием, рождающимся от неуверенности и приводящим к неверию. В то же время отсутствие сомнения может быть признаком ложной самоуверенности, а может быть признаком доверия и верения себя Богу. Недоверие Богу в моменты, когда человек переживает скорби и не чувствует присутствие Божие, можно сравнить с сомнением в существовании Солнца, потому что оно скрылось за облаками и его не видно. Радоваться Солнцу можно даже при наличии облаков, так и для веры скорби не являются поводом для сомнения в Боге. Вера, которая сомневается в Боге только потому, что в какой-то момент Бог не чувствует, Бога не чувствует, не является верой. Как любовь к человеку при временном отъезде любимого или любимой не исчезает из-за того, что его или не видит и не чувствует, так и истинная вера в Бога не перестает существовать, когда человек по каким-либо причинам не чувствует Бога. Сомнение может быть связано не с недоверием Богу, а с изменением собственных представлений о Боге. Например, Бог казался верующим преимущественно грозным, судьей, но со временем это представление начало меняться, и на первый план вышло представление о Боге как любящим Отце. В Евангелии мы видим фарисеев, уверенных в своих представлениях о Боге. Отсутствие сомнений привело их к отвержению Сына Божия и к Его убийству. Он не соответствовал их ожиданиям. Сомнение в собственных представлениях является естественным и даже полезным. Никакой человек не может претендовать на истинное представление о Боге, потому что как бы ни открывался Бог людям, он остается тайным по причине невозможности постигнуть понять его. Никакие слова не могут адекватно и полно выразить Бога. Он всегда больше всего, что мы можем о нем сказать. Священное Писание – это откровение о Боге в меру человека, но не в меру Бога. То есть оно – откровение в том смысле, что в нем сказано то, что человек может постичь о Боге, но не то, что есть Бог. Писание – выражение того, что можно человеческим языком выразить о Боге. Причем даже записанное откровение каждым воспринимается в свою меру. Вера, недоверие Иисусу Христу, как откровение Бога, исключает сомнения в нем, но не исключает сомнения в наших представлениях о Боге, а также в сомнениях, на правильном ли пути мы находимся. Аминь. Аминь. Аминь.